Владимир Путин очень жестко прокомментировал недавние события на Матвеевском рынке столицы, где избили полицейского. Президент собрал специальное совещание по проблеме борьбы с криминалом в крупных торговых точках. Глава государства заявил, что крайне недоволен работой службы внутренней безопасности МВД. И вот этот разговор без купюр. Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о дополнительных мерах. Хотел бы послушать ваше предложение о дополнительных мерах по борьбе с криминалом в экономике. В экономике вообще и, может быть, конкретнее с криминалом, который процветает на крупных торговых точках и площадях. Тех усилий, которые предпринимаются в этой сфере, явно недостаточно. Либо ничего не происходит, либо происходит все такими темпами, которые неприемлемы. Слишком медленными темпами. А между тем, ущерб и для экономики в целом, и для государства очень большой. Для государства, имею в виду, прежде всего, отношение людей к тому, что делается органами власти в этой сфере. Имею в виду доверие, которое, к сожалению, пока остается на достаточно низком уровне. И к правоохранительным органам, и к другим органам власти, которые должны решать проблемы в этой сфере. И понятно, почему. Мы реагируем и придаем какие-то ускорения работе на этом направлении только тогда, когда уже люди нам об этом прямо говорят. Уже терпеть невозможно, взгляни на этот беспредел. Либо, как в этом случае, когда сотрудникам выдумывал парламент. Но это же ненормальная ситуация. Послушайте, вот ситуация, которая сейчас произошла на одном из рынков Москвы. Стоят рядом сотрудники милиции. И смотрят, как избивают их коллега. Почему? Они что, такие трусливые, что ли? Возможно, но маловероятно. Скорее всего, они своим бездействием отрабатывают 30 серебряников, которые получают от этих торговцев. И это всем понятно и всем известно. Неизвестно только службам внутренней безопасности МВД. Они должны работать соответствующим образом. Где результат от них работы? Это первое. Второе. Нужно принимать все-таки более энергичные меры и по линии федеральной миграционной службы, по линии других органов. Давайте, я хочу вас послушать сейчас, что делается по этой ситуации, а потом поговорим поподробнее по проблеме в целом. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания. Самые жесткие выводы были сделаны из прошедшей ситуации. Практически освобождены руководители местного подразделения. Освобождены несколько сотрудников. И вот эту работу мы будем продолжать. Борьба с оптической преступностью у нас определена в качестве приоритетной. Создано подразделение специализированное по борьбе с такого рода преступной деятельностью. И вся эта работа находится на личном контроле у министра внутренних дел. И не намерена отступать ни на йоту от того, что мы для себя определили. Та работа, которая проводится уже после вот этого факта, она носит постоянный характер. Это не какая-то двухдневная, трехдневная зачистка, как ее порой называют территория. Это практически будет работа вестись в разноплановом режиме. И практически эта работа должна показать эффективность свою. Но эффективность должны определить самые граждане, жители города. И практически они должны нам дать принципиальную оценку. Готовы ли мы навести порядок в таких местах, торговых точках, либо мы не готовы выполнить ваше поручение. Но эту работу мы будем продолжать. Здравствуйте. Мажор Иванович, следственное комитетом тоже внимательно проанализирована ситуация. Ненормальная ситуация связана с защитой полицейских от произвола, который мы все видели. Мы возбудили два уголовного дела в отношении работников полиции, которые наблюдали за ситуацией, не вмешались, не помогли задержать преступников. И что привело к тому, что один из полицейских получил тяжкий вред здоровью. Мы хотим провести тщательное расследование и в ходе следствия проверить не только факт халатности, но и наличие коррупционной составляющей между торговцами и правоохранительными. И мне представляется, что такую работу нужно провести не только по этому рынку, по Матвеевскому, но и по другим крупным аналогичным объектам, чтобы выявить наличие коррупционной составляющей между торговцами не только правоохранительными органами, но и контролирующими органами. Такую работу мы готовы провести совместно с ФСБ и органами фунта. Владимир Владимирович, в соответствии с вашим указанием были разработаны и приняты законы, которые усиливают ответственность для иммигрантов. В ближайшее время, в августе месяце, вступят в силу еще ряд нормативных актов, которые позволяют нам в определенной степени, я думаю, переломить ситуацию. У нас ситуация складывалась как. Лицо, превысившее срок пребывания в Российской Федерации, отделывалось штрафом и оставался на территории Российской Федерации. Принятыми законами мы теперь имеем право безальтернативно накладывать штраф и водворять его. Более того, по инициативе Сергея Семеновича, в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московских областях увеличены санкции для нарушителей иммиграционного режима, для юридических, для жертв-рожастых лиц. Это вступит 9 августа. И, в принципе, уже начатая работа показывает определенные результаты, которые должны воздействовать на наших гостей, чтобы они соблюдали наши правила. В частности, мы с начала февраля закрыли въезд 145 тысячам иностранных граждан. В принципе, конечно, хотелось бы больше, но здесь ежедневно мы закрываем по тысяче человек, это работа по каждому. И вот недопуск на территорию иностранных граждан, нарушающих режим, я думаю, что это самая эффективная мера, которая нам позволит в течение ближайшего времени навести порядок. Я, наверное, в Москве многократно уже обращал внимание на эти проблемы. Я знаю, что сейчас мэрия сама предпринимает энергичные попытки ситуации изменить. Пожалуйста, Сергей Сергеевич. Владимир Владимирович, Вы абсолютно точно сказали, что наиболее криминогенными зонами являются рынки Москвы. И с Вашей поддержкой и помощью мы закрыли такие одиозные рынки, как, например, Лужники, Славянский мир, Митин. Буквально две недели тому назад закрыли Тимирязевский рынок, причем закрытие происходило при поддержке полка милиции. Потому что, несмотря на судебные решения, там просто было такое агрессивное противодействие. В целом по Москве за два года закрыли 30 рынков. Сегодня остались в основном они продовольственные. Но, тем не менее, и там проблем более чем достаточно. Это уклонение от налогов, наличка, нарушение миграционного законодательства, таможенного, контрафакта и так далее. Кстати, попросил, была информация по поводу Черкизона. Вы четыре года тому назад давали жесткие поручения, и этот рынок был закрыт. Была информация о том, что там продолжается деятельность. Сегодня в 6 утра была проведена операция и действительно подтвердилась. На трех подземных этажах велось производство контрафактной продукции. Было задержано 1200 вьетнамцев и прочих национальностей. То есть такой бизнес процветал. Сегодня все это оттуда обрано. Вообще, Владимир Владимирович, у меня там по Черкизоне есть предложение. Это огромная территория, брошенная, по сути дела. Вокруг нее, на самом деле, хорошая транспортная доступность. Четыре станции метро, два из них вообще-то рядом с этой территорией выдавали поручение найти территорию под размещением музейных хранилищ с выставочными залами, чтобы сделать открытое фондохранилище музейное. Это первое. Второе. Разместить крупный спортивный хоккейный центр ЦСКА. На самом деле, эта территория как раз как будто для этого и предназначена. Можно там создать культурно-спортивный центр. Если ваше поручение будет, то мы с Росимуществом и Минспортом и Минкультурой отработаем эту ситуацию. Потому что федеральная земля, к сожалению, мы не можем там сами двигаться. Но я думаю, коллеги нам поможут, если будут ваши поручения. Это хорошее предложение. Действительно, самый центр города. И очень удачное, хорошее транспортное сообщение. Для москвичей будет очень удобно этим пользоваться. И спортивными сооружениями, и хранилищами, которые, безусловно, нужно сделать не только хранилищами, но и выставочными площадками, которые смогут москвичи посещать. Давайте проработаем это поручение, обязательно сформулирую правительство. Что касается проблемы в целом, то хотел бы вот что сказать. Это проблемы, безусловно, комплексные. Но работают все органы власти, которые должны принимать соответствующие решения, их осуществлять вяло и неэффективно. Это касается, я сейчас не буду все их перечислять, Это касается очень многих органов власти и управления. И одна из главных ключевых проблем – это сращивание органов власти с торговлей и с торговцами. И это не имеет прямого отношения к этнической принадлежности этих торговцах. Хотя, что касается этнических преступных группировок, мы знаем, это отдельная проблема. Но в данном случае там национальность и вера и исповедание не имеют никакого значения. Имеют значение деньги, которые платятся представителям органов власти. И вот с этим надо разбираться. Я уже сказал, что территориальные подразделения собственной безопасности эффективные работы не демонстрируют. Поэтому это нужно, безусловно, передать на уровень главного управления внутренней безопасности. Вот они должны заняться этим предметно и должны быть результаты вместе с другими правоохранительными органами и специальными службами. Безусловно, это должно касаться не только сотрудников МВД, но и федеральной миграционной службы, да и всех других, в том числе и местных органов власти. Я прошу Следственный комитет, с генпрокурором, я уже говорил, с руководством других специальных служб тоже, чтобы вы все активно подключились к этой работе.